здравствуйте друзья у нас в студии алекс который о себе все расскажет значит вы откуда сами я из киева с украины давно в америке приехал 3 сентября будет 7 месяцев приехал четкого приехал и сразу хорошо сегодня 1 сентября а 3 сентября послезавтра будет 7 месяцев то есть вы как-то вот так приехали подождите и сразу к нам а по какой визе приехали что у вас было грин карту выиграл лотерейщик так а вы про нас откуда знали с форума говорит я нашел на форуме потом надо все-таки венуж похоже что на красивую сказку так нашла мне хорошая знакомая другую знакомую я к ней позвонил она ваша выпускница и такое было ощущение что она ваш рекламный агент то есть она рассказывала про вас лучше чем вот оказалось что она ее племянница ее дочка все закончили вот на тот момент как раз его последняя племянница заканчивая то есть это было уже последний как бы толчок если честно если честно то благодаря вам михаил и сепневый даже 1 не поехал потому что не сильно не хотелось ехать переворачивать матрасы 45 45 вы по образованию кто у меня сложная ситуация потому что я как раз был на переложке кроме одной стороны другой стороны у меня образование изначально микроэлектроника инженера но после этого пять лет назад юридическое так вы где в КПИ где-то учились вы учились но никогда не работали по специальности но я хочу сказать что как образование очень очень неплохо то есть вам наверное легко у нас было учиться там все понятно я бы не сказал что легко было учиться во первых язык была небольшая проблема ну язык понятно во вторых из чисто гуманитарного направления у меня была больше административная работа из гуманитарного направления перейти в техническую было непросто то есть подождите но вы все таки но все таки вы же учились на микроэлектронику там 20 лет назад учился ну как то это помогает наверное да наверное все таки какие-то глубинные знания математика у нас была хорошая физика была хорошая ну хорошо заниматься много если честно много ну так конечно как вы говорили что по 15 часов в сутки ночи я не говорю про часиков но часто я смотрел интервью с такими же ребятами есть одержимые но у вас семья же на детки до детки есть много детей маленькие одному 7 2 9 так ну а вот эти маленькие которые 7 и 9 они вообще так с интересом за вами наблюдают ли они не понимают что происходит трудно заглянуть в душу но все-таки с интересом все-таки новая страна вот интересно получится у папы они же домой а жена совсем плохо у него с английским не очень большой оптимизм за вами следила не очень большой оптимизм насчет переезда вот конечно же следит с надеждой что вернемся не вернемся подождите но все-таки я тебя что-то не будет вы не знали ехать не ехать жонка вообще не не оптимистичная было по этой части и все-таки в итоге поехали а вот правда вам поможет быть час легче было потому что там упадок некоторый ситуация на украине меня вытолкнула просто вытолкнула не то что очень мобильный а можно сказать что люди которые сейчас там живут в киеве допустим они стали лучше понимать в каком мире они живут в какой стране и в каком городе вот какие-то может быть более глубокие основы общества в котором они живут есть есть какое-то лучшее понимание вот вот мира вдруг вдруг пришлось думать о то о чем-то о чем никогда не думалось я думаю что пока еще к сожалению большинство людей в розовых очках то есть несмотря ни на что они надеются на лучше несмотря на то что вот со стороны например такое ощущение что украине осталось там год-два и не будет а куда же в одиннадцатый ну как югославия очень хорошая была страна югославия стало 5 или 6 тоже очень хороших но чуть поменьше вот по телевизору показывают что бросили гранату там один сразу погиб 10 осталось в реанимации ничего страшного надо потерпеть пенсия упала там в пять раз или футно учащая зарплата пенсия пенсия 50 долларов в месяц потерпим некоторые считают ну я думаю что ну я я на самом деле думаю что как бы перспектива в целом-то светлая то есть то есть надо дожить это конечно отдельный вопрос уже дожили один раз да они там шестьдесят первом году че мы там ждали да а восьмидесятом восьмидесятом зато были олимпийские игры и в киеве вот футбол играли да значит ну хорошо то есть вам было легче сняться с места в силу вот этих вот обстоятельств да я уехал для многих наверное это удивительно я получил визу 27 января и уже 3 числа я был здесь они 20 на 21 а билеты купил билеты заранее страна ну хорошо заранее неожиданно хорошо такой вопрос значит вы приехали учиться пошли в феврале прям давно совершенно то есть вы были февральской группе закончили вы когда закончил через три месяца хорошал экзамены через три месяца вы куда попали через три месяца месяц был чуть-чуть зависший это у меня попал то есть вы месяц там сдавали всякие тесты потом отправились на практику там платная бесплатная бесплатно интересно было вы знаете для меня это было очень интересно очень полезно почему потому что для меня это был новый опыт работы в американской компании до этого я не представлял что это такое так как они сидят где они находятся что они делают что входит в задание с этой точки зрения очень полезно кроме этого мы получили тот необходимый минимум который необходим это для мануал тестинга то есть это написание тест кейсов это исполнение тест кейсов и даже участие в написании тест плана то есть вот то что я там делал сейчас я делаю то есть вы поняли что можете делать то чем у вас учили в школе раньше вы думали а может я и не умею однозначно то есть не то что вы научились делать вы просто вдруг поняли что оказывается вы умеете ну и к тому же появилась какая-то уверенность что это действительно это могу что это не что-то сверх естественно уверенность дорогого стоит конечно однозначно теперь сколько вы пробыли на на рынке в поиске работы сколько времени заняло сложный вопрос смотря считать какой момент начала будем считать началом поиска работы когда вы капитальным это включились то есть не вообще повесили резюме и забыли а в том смысле что вы начали весь комплекс мер как бы выполнять то есть повесили стали каждый день апдейты делать стали рассылаться стали трубку хватать когда звонят ну наверное за две недели до окончания практики и от момента за две недели до окончания практики до момента получения скажем первого оффера сколько прошло время я думаю от полутора до двух месяцев хорошо скорее полтора месяца полтора месяца но вы как-то сразу два оффера получили так получилось да да это вообще тянули вам мне кажется там раньше было бы раньше начало тянули 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 там как получилось первая компания в которой я пошел на face to face интервью они долго думали они очень долго думали брать или не брать не то что брать они не могли принять решение они видать очевидно хотели пересмотреть очень много кандидатов а сессор взяли буквально сразу чтобы не было ни телефонного интервью не было никаких предварительных пригласили на face to face поговорил полчаса через неделю надо было выйти на работу в понедельник а вторая компания думала вот думала думала и созрела интерес но хорошо кроме этого у меня что еще то есть у меня как-то так получилось даже какой-то умный не вполне было и не было звонков ничего а потом как-то неделя за неделю где-то 15 телефонных интервью а потом на следующую неделю 3 face to face еще через неделю на работе уже сколько вы неделя два дня в форсе да вы знаете что ваш поиск работы пришел сюда период отпусков я так понимаю и поэтому рвану такой темп то есть где-то кого-то нет поэтому может быть они решение принимали долго уже кого-то не было потом другого кого-то не было и чем больше компания тем больше народа вовлечено там и так далее в подпись собирать это часто так бывает наоборот наоборот salesforce огромная компания приняли решение очень много это контракт быстро контракт автора позиции постоянно да причем что интервью были одно было в течение трех-четырех часов с пяти людьми еще на одно я попал который провалил в чистую потому что им надо было человек с глубоким знанием automation который придет завтра и начнет писать 7 часов 7 человек но очень поздно давайте давайте я вас про automation спрошу вот многие люди говорят что без automation вот человек никому не нужен что вот если не automation то вообще никаких шансов нет вот вы же знаете много народу которые работают продаж вы тогда кто-то кто-нибудь из них попал именно на то мыши нет они не могли попасть они не было таких знаний которые требуются для атомы хорошо значит но тем не менее на наручное тестирование их хватило хватило из тех людей которых вы знаете вас мы не будем простой в каком диапазоне люди зарабатывают на первой работе вот после интерншипа что они зарабатывают но из тех которые полезно да вот 15 долларов в час до 30 до 15 долларов в час это не интерншип это прям зарплата такая да знаю одну девочку которая зарабатывает 15 долларов в час но в основном 25 я расскажу это в гугле там компания которую google прикупил 17 17 они как-то набирают много-много народу на 15 долларов и есть много желающих но это это как бы достаточно уникальная ситуация надо 1 1 то есть от 25 до 35 долларов в час это вот то что прям как и на лекции рассказываю обратить внимание я решение принимала поездки после ваших хорошо да я на лекции как раз говорю что вы тут сидите говорю в классе вот 9 из 10 получено 25 до 35 долларов в час а 10 точно так она получила 17 прямо по моей лекции все произошло ну хорошо если настроение у вас хорошие только такая усталость небольшая очень много нового очень много новой информации очень быстро на прошлой неделе казалось бы чуть-чуть стал понимать как тестировать и вас а завтра надо тестировать android но это интересно в этом свой фан я знаете вот тут какую-то читал на форуме веточку читал на форуме и там женщина она у нас в онлайн классе училась она очень недовольна вот это мобильное тестирование и прямо тошнит от мобильного вот этого вот вас не было тошноты по поводу мобильного наоборот интересно много разных устройств я люблю новое на самом деле очень интересно может послушали женщины зачем женщине устройство абсолютно никакого дискомфорта наоборот хорошо вот вы там поработали там 7 дней это это сколько там рабочих но теперь но у вас есть представление о том куда вы хотите двигаться или вы хотите пока разобраться с тем что есть и дальше думать то есть как а какие-то вещи будущего пути есть хороший вопрос до хорошего ну конечно хотелось бы стать специалистом более высокого уровня ну в каком уровне вы можете допустим backend тестировать там с языками программирования вы можете там делать автоматизацию серьезно вы можете там какой security углубиться там много есть на направлении вот вы вся как видеть ну может быть администрирование команды а то есть и фитеральные команды до кимен за против менеджера может быть пока тяжело мне дается но я все-таки надеюсь что по законам диалектики количество перейдет в качество это меньше это мы еще хорошо же хотя бы пока но пока тяжело вы подучиваете тяжело вот как раз сейчас курс хорошо ну что же то есть не будем горшки обжигают нет очень все реально очень все реально очень все видно можно потрогать понятно ничего сверхестественного но такое да руками то можно потрогать да тоже тенджи был такой вопрос а вот люди вокруг вас в этом одном классе идите в другом классе нахожу 30 человек там там не знаю 35-40 значит вот люди которые сидят в классе они в основном сосредоточены на уроке во время занятий или они черти чем занимаются там там на мобиле чуть там фигачить какие-то текст месседжи или там какие посторонние веб-сайты листают но я вам скажу даже те которые веб-сайты листают в моей группе он первый нашел работу одну из самых высокооплачиваемых то есть зависит от человека но я боюсь что и на работе никому не понравится что если он отвлекается на самом деле но большинство подавляющее большинство очень усердно хорошо а вот есть какие-то проявления то что называется negative attitude типа ой да это все это занимается ничем это не кончится работа на всех не хватит всем нужно то там и шин мы того не знаем но какой-то нычью есть такое негативное есть и то лично кажется что это и есть основная причина неудач то есть если те кто настрой про них нет решения успешно там дальше пошли за сказать но я надеюсь что все будет лучше значительно в ближайшее время но пока я думаю что люди себя все-таки переломят посмотрят на своих соседей по партии у которых получилось которая ничем не лучше чем они и поймут что все-таки позитивный мастер а как получается что человек который негативно настроен вообще к нам попадает все-таки 4000 слушайте кроме того он же должен где-то жить он должен питаться это же какой расход ресурсов и вот человек попадает и он и его так негативно и соответственно не не занимается он соответственно не ищет работу так а зачем же все тогда вот как как вы это объяснять знаете трудно мне это объяснить трудно и у многих проблемы с языком может это как-то у нас нет таких случаях у нас более более менее все справляются как все справляются надо язык надо потерь подтягивать это одно из самых основных проблемных может быть для тех кто ту точнее а для тех кто с грин-картами язык это номер один то есть те кто свалился с самолета не те кто еще не пошел стране да но у нас мало таких продали мало мало большинство все-таки местных местных но вместо но хорошо а вот и не так скажем грустное настроение это больше вот удел тех кто местный или те кто только что приехал и тяжелее может быть как дает я думаю тех кто приехал более грустное настроение потому что люди которые на месте они уже по обжились для них это уже не так критично вот они могут какую-то другую работу найти себе но я не знаю сложно вы считаете правильно было бы например вот так приехать и пойти работать и учиться вечером может быть чем вот так бабах туда с головой и сбережение отрасходуешь да нет наверное все таки надо сразу эти бабах с головой сразу надо бабах головой потому что пройдет месяц 2 3 и покажется что это невозможно и будет человек работать в такси или на стройке или где надо сразу надо бабах головой но просто я в том смысле что пройти когда чек каждый день каждый месяц у нее меньше 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 сбережений с которыми он приехал это пуш хороший пуш под а ну кому да кому депрессуха кому депрессуха но все-таки должен быть дополнительный стимул какой-то должен быть дополнительный стимул а вот вы едете из киева так и понятно что разная цена денег допустим вот 4000 который стоит наш курс здесь это допустим полтора месяца за вас четверть это вам нужно тубэдром сколько вы за тубэдром платите две с половиной и это далеко не самый лучший тубэдром это очень плохой очень плохой тубэдром значит фактически это там полтора месяца в не самом но в средненьком тубэдроме пожить но все-таки люди что-то продали какие-то сбережения они еще не зарабатывают им они на 4000 думают они это целый капитал правда это громадные деньги взял потратил за курс плюс он еще там живет есть какое-то ощущение что это очень дорого для местного размер 4000 это они по-другому относятся к этой сумме то есть для них это относительно небольшие деньги сравнивая с тем что вокруг чего стоит это как бы скромненько но вот для человека оттуда это это дорого зависит от ситуации для меня когда я сравниваю альтернативой этой работы и примеру другой работа очевидно четыре с половиной тысячи это не те деньги очистила которых половину 4 я уже испугался его больше взяли тогда но мы только что или про аренду на самом деле четыре тысячи за обучение это капля в море расходов которые ты несешь если ты переживаешь семью на самом деле это мало вот и фактически на семью это месяц жизни семьи там примерно но мы жили в принципе довольно скромно вот и месяц у нас получалось расходов 33 200 можно ужаться можно ужаться это наверно машину вас нет и из машины так вот но государство еще поддерживает кроме всего прочего семьи с детьми и поэтому это для меня у меня даже не было мысли о том что это много для меня не было мыслей но у меня может быть ситуация специфическая потому что если бы не вы я бы не поехал я бы не поехал потому что не нахожу я себя в работе на стройке где вы люди которые там я просто надо натыкаюсь на разные там точки зрения и вот люди которые там я понимаю него они выкать вот там на новичках наживается вот люди которые уже в школе они тоже так могут сказать и что наживает на новичках или это как бы уже понятно что это не совсем так но вы знаете для местных американцев это сумма абсолютно подъемная абсолютно адекватная абсолютно вменяем для приезжающих может быть она кажется действительно немного пугающие для того у кого нету бывает нет нет так в америке возможности пошел поработал на стройке два месяца заработал на школу в чем проблема так нет а вообще взял книжку бесплатно качнул книжку и считали ну предположим человека нету денег жить ему надо за что-то жить ему надо за что-то оплатить вот он за два месяца спокойно может заработать будет поживет с роммейтами ничего страшного поработает по 12 часов на стройке ничего страшного у нас дома гораздо тяжелее иногда приходится работать у нас из вечерней группы тем более насколько я знаю вас можно платить в рассрочку можно за первые месяца ты работил тыс и работа то есть никаких проблем то есть главное желание и это не является какой-то очень большой преградой для того чтобы прийти к цели если ты понимаешь что да можно достичь этой цели а вокруг очень много людей живых которые этой цели достигли поэтому вперед ну что же хорошо вы тогда будете маяком назначаем вас маяком вот по-английски lighthousen американского тестирования ребятам которые в пути которые собираются которые в пути которые там тоже вот может быть там сейчас интервью проходит и так далее какое-то напутствие можете сказать с высоты семи месяцев там без трех дней напутствие какое могу сказать не надо отчаиваться если сегодня нет звонков завтра нет звонков все равно не будут да я скажу честно месяц назад у меня было небольшой ум как только у меня возникло сразу начались звонки почему-то наверное повезло подойдите а вы не приходили ко мне с вопросом что там случилось и мы там не отправляли а могли бы подойти вот то есть рано или поздно ранда действительно мануал позиции меньше но их много их их гораздо больше чем автоматически они больше они есть поэтому если сегодня нет звонков будут завтра ну и что и что когда вы приехали в школу таки действительно надо учиться потому что без знаний совсем без знаний иногда вы говорите что прочитал книжку и пошел не получится считают что мы обманываем это можно прочесть книжку а вы деньги при интерншип нужен очень полезно для меня было мог и клиренс мог я например сдался у нас а клиренс я сдал наверно спятого у нас у меня обижаются они плачут они говорят что их специально не пропускают что к ним предвзято относятся педагоги что они вот это вот заставляют их сдавать что-то такое так это бесплатная огромная помощь которую вы нигде больше не получите и чем жестче с вами преподаватель тем вам потом будет легче так мягко как мы ты господи нет бывают жесткие конечно и может сказать такое но я так понимаю что это и опыт это наоборот подталкивает у меня например это подталкивало и когда такой стресс да мне пришлось выучить наизусть мое резюме пришлось выучить я его выучил так потом же стану меня от зубов отскакивает у меня уже эти все фразы вылетают а ваши вопросы на эти экзамены вот эти сколько там их дрилл наша это было давай десятка выучил наизусть действительно выучить пришлось выучить наизусть попадались так вот это и спрашивают поэтому же и говорят что выучить что мы же знаем что именно это как бы это ни было мы привыкли в наших постсоветских странах что нет неправду говорят можно обойти можно срезать угол можно это так наговариваться на самом деле что произошло просто необычная ситуация состоит то что мы вам уже срезали все эти углы поймать у вас не осталось простора чтобы их срезать уже срезано все поэтому если вы будете срезать в нашей ситуации вы просто по своему мясу будете резать это уже не углы а вот уже уже все там мы сами такие мы срезали все и доходит до удивительного иногда возникает улыбка на лице когда они задают эти вопросы потому что только три дня назад и опыт каждый вот иногда люди отчаиваются что они не принимают акцент например другие жалуют жалуются что они не понимают американцев что для них это набора звуков не надо отчаиваться надо продолжать 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 с каждым разом будет клин клином клин клином выше будет яснее понимание вы в киеве когда жили выбор у вас не было такого чтобы скажем пойти на youtube послушать как индусы говорят с их акцентом вы же могли уже там как следует начать так я так и делал я так и делал то есть вы тренировались на индусский акцент я всем говорю тренируйтесь тренируйтесь вот же шпал но я вам скажу что индусский акцент это не самый худший вариант гораздо тяжелее понимать native american потому что такая как песня очень сложно не склинивать оттуда слова поэтому это тоже надо слушать радио смотрите фильмы вот радио мне очень радио помогало действительно радио с первого дня у меня какой радио вы слушали вот я сюда приехал первое время я не мог понять вообще они хорошо говорят там шикарные через месяц стал понимать слова через два месяца начал понимать смысл сейчас еду не слушаю вас мысл понимать сразу в подсознание пошло но проблема языку надо учить язык конечно вообще проблема что надо учить все и можно еще короче проблема в том что надо надо много нового много нового но ничего сверх естественно automation для меня пока тяжело а менюл тестинг ничего сверх естественного и компенсация за эту работу позволяет содержать семью идти дальше думать о чем-то двигаться куда-то да да я тут вот а вы смотрите наш видео вот тут парижка алексей у нас вот и на днях показывал он работает в компании там два каких-то наших выпускника там где-то рядом с ним или деток может быть другом месте где-то повстречал и они какое-то недовольство выражают и он говорит ну подождите вы на интерншип ходили да вам там деньги платили на интерншипе да после этого вы нашли работу получаете нормальные деньги да и и вы недовольны нет но вот там вот что-то и он я могу а вот как вот смотрится тебе да вот который тут по такой визе как бы не совсем полноценной со всеми проблемами впереди тогда он это знает ведь люди которые не имеют бэкграунда и для которых естественным и самым вероятным исходом было в гамбурге переворачивать они получают вот это все и и они продолжают переворачивать гамбургеры они не становятся инженерами как отворачивали гамбургеры или там из чего их делают эти гамбургеры вот и вот они будут продолжают это все переворачивать собственном сознании то есть мало мало получать деньги и и работать под инженером да еще быть инженером надо еще быть чеком который соответствует Очевидно, многие люди думают о том, что школа им должна все принести на блюдечки с голубой каемочкой и дать джоб-оффер в Google на фулл-тайм. Но! Вы правильно, кстати, говорили, что вы выпустили, и после этого уже зависит от человека. И чем больше ты вложишь своих усилий, как говорил мой предыдущий шеф, не потопаешь, не полупаешь. И они считают, что они сделали все своими усилиями, своими звонками, своими общениями. Они сделали все, не знаю, по незнанию. Ну, то есть мы должны были... Да, что вы должны были? А вот, допустим, в Киеве, если вы пошли бы на курсы, предполагается, что курсы вас за руку отведут, что вам не надо идти на рынок работу искать? Для меня ответ на этот вопрос очевиден. Я не понимаю, почему многие люди так считают. По большому счету, это очень хороший старт, очень хорошая возможность. И всегда надо помнить, вот как есть хорошая пословица у миллиардера, я расскажу про каждый миллиард, и спрашивайте у меня про первый миллион. Вот первый толчок, первый вот этот вот, это действительно сделала школа, это правда, это правда. Но подождите, все-таки, откуда берутся такие ожидания, что ты приехал в Америку, и тебя отведут за руку? Вот это откуда? Я даже не знаю. Может быть, какой-то, я не знаю, менталитет еще со старых добрых времен, что когда была большая паттерналистическая функция государства, когда люди ждали того, и были привыкшие к тому, что государство за них все сделает. В СССР? Да. Может быть, это с тех пор тянется. Они молодые, они не помнят. Хотя казалось, ну, а может, оно как-то вот въелось. В генах сидит. В генах сидит. То есть я, можно сказать, за всю Америку в ответе, как государство. Ну, они как бы перекладывают, очень легко переложить свою ответственность на кого-то, а потом его обвинить в чем-то. Хотя, если сам не сделаешь много, ничего не будет, и это уже давно и у нас, в постсоветских странах. Ну, хорошо. Я просто хочу сказать, что мы все время с преподавателями все время обсуждаем, потому что вот каждая группа, и в ней какие-то проблемы, вот не занимаются, там, на девайсах на этих своих сидят, там, домашние задания никто не делает. Вот у меня сейчас онлайновая группа идет, 125 человек. Я вчера с ними вел урок. И, да, большая. И, значит, вел урок с ними. Там надо было сделать задание к уроку, чтобы мы его обсуждали на уроке. Понимаете? То есть урок посвящен обсуждению проработанного материала. Они должны пойти и за 15 минут заполнить квестом один. Из 125 человек 50, ровно 50 заполнили. То есть, ну, как, я не знаю, там, это... 40 процентов, значит, 40 процентов, в общем, это второй раз происходит подряд. На прошлом я сказал, ребята, если так будет продолжаться, это будет катастрофа, вы не научитесь, вы не сможете, ничего не произойдет. И я еще, и снова то же самое. И я даже не знаю, они же деньги платят, ну, как же так? Я думаю, мне только что в голову пришла мысль, думаю, что все это видео, которое вы выкладываете, и все люди с хэппи-эндом слишком оптимистично выглядят. И люди на них смотрят, и кажется, что это так просто. Но никто же не говорит, я ничего не делал и получил работу. Все же говорят, я по 15 часов сидел. Человек хочет слышать то, что он хочет слышать, а то, что он не хочет слышать, он не слышит. Очевидно, кажется людям, многим, что это очень просто, что ты получил сертификат спортного школы и пошел, и тебя взяли. Нет, надо очень много приложить своих усилий. Все только начинается после окончания школы. Многие, например, считают, что зачем нам этот интерншип, мы пойдем так искать работу. Многие считают, зачем ходить на эти МОК и клиренсы. А вот я, например, не понимаю. Нет, МОК и клиренс готовят к интервью. Мне кажется, что многие, которые перескочили эту ступеньку и сразу попали на интерншип без МОК и клиренса, у них могут быть проблемы после окончания их интерншипа. Я согласен, они когда приходят с интерншипа, я им говорю, я вам делаю резюме, но вы пойдите на МОК, пойдите на клиренс. Я живой пример, которого это, как говорили, полиш. Но это полиш с такой шкуркой, причем такой, знаете, очень большого размера. Тут еще тонкости. Вы все-таки, это первое, фактически, ваше интервью в стране, первая работа. А люди, которые здесь уже пожили и походили на интервью, у них ощущение такое, что оно им не надо, что они, в общем, выкрутятся. И это правда. Есть такие у нас шустрые, бойкие, девчонки веселые. Они там в любой ситуации вроде нормально себя чувствуют. Поэтому, может быть, для них в целом эта ситуация не стрессовая, но конкретика. Вопрос такой, вопрос сякой. Мы же конкретные вопросы знаем, которые их потом спросят. То есть в этом смысле, конечно, есть ценность. Примерно половину сдают с первого раза. А вторая половина уже более сложная. Они там могут и по два, и по три. Но даже тем, кому сложно, у них может быть хороший результат. Я видел многих, которые через несколько интервью шли и потом как пули вылетали. Да. Да, это правда. То есть вы в этом смысле не уникальны. Ну, хорошо. Мы так хотели там напутствие тем, кто на той стороне. Значит, все-таки вот мы говорим, что надо пахать. Пахать надо. Надо пахать. Но не надо опускать руки, надо не бояться. Надо действительно брать, ехать, прыгать в ум с головой и вынесет. У меня даже, знаете, сегодня, перед тем, как вы пришли, у меня родилась пословица, которая я несколько... Ну, там, народная, я сейчас вот скажу. Которая сначала была у меня не очень позитивной, потом я ее более позитивно переформулировал. Вот. И звучит она так. Когда идешь в светлое будущее, не думай о темном прошлом. Очень правильно. И не бери его с собой. Да. Но не надо забывать о своем. Нет, забывайте. Надо опыт свой переносить сюда. И надо не надеяться, что будет все просто. Будет на самом деле сложно. Это, я могу сказать, что эти полгода были одни из самых сложных в моей жизни. Но, с другой стороны, это были одни из самых интересных. Но вы такой веселенький переносили. Я помню, у вас лицо такое было всегда такое жизнерадостное. То есть вы не были подавленным. Здесь подавленные ходят, на них страшно смотреть. Здесь совсем подавленные. Да. Ну, как же, что подавленному-то ехать-то? Ну, сам себя настраиваешь. Надо настраивать себя на позитив, на победу. И победа будет. Вот. Хорошо, тогда мы всем машем рукой говорим пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok